МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджетная корыта пустеет. Поэтому кремлевским свиньям приходится сокращать количество рыл, которые паразитируют за счет ресурсов России. Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело против мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Мэр Владивостока подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Об этом только что сообщил Следственный комитет. Как уточнил официальный представитель СК Владимир Маркин, сейчас восстанавливаются обстоятельства совершенных преступлений. Во Владивостоке задержан мэр города Игорь Пушкарев. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Информагентство сообщает о задержании мэра Владивостока Игоря Пушкарева. О том, что Пушкарев задержан и срочно самолетом был этапирован в Москву, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ущерб от деятельности Пушкарева – порядка 160 миллионов рублей. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК, дело в отношении мэра и других лиц возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия», и по части 3 статьи 204 Уголовного кодекса «Коммерческий подкуп». Санкция статьи 285 УК предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Волшебный двухглавый портрет на стене в личном кабинете не уберег Пушкарева. Как в свое время изображение правящего тандема не спасли главу республики Коми Вячеслава Гейзера. По словам бывшего вице-мэра Владивостока Николая Марковцева, Пушкарева задержали утром в среду 1 июня, и с тех пор его никто не видел. Расследованием занимается ФСБ, поэтому подробностей, что на самом деле происходит, никто не знает. Поступает очень много противоречивой информации. Были изъяты документы, телефоны заместителей мэра Лободы и Литвинова. Их самих допросили. По словам источника РБК в правоохранительных органах, делом мэра Владивостока занимается управление собственной безопасности ФСБ. Собеседник издания отметил, что в ближайшее время следствие планирует обратиться с ходатайством об аресте, которое рассмотрит Лефортовский суд Москвы. Обыски также прошли по месту жительства Пушкарева, а также на ряде предприятий. По предварительным данным, правоохранительные органы заинтересовала деятельность управления дорог и благоустройства. Чиновника подозревают в помощи бизнесу родственников. Якобы он незаконно выдавал госзаказы компаниям своих близких. 42-летний Игорь Пушкарев возглавляет администрацию Владивостока с 2008 года. До вступления на эту должность он был членом Совета Федерации. И комитета по бюджету, а также председателем подкомитета по таможенно-тарифному регулированию. Независимые журналисты неоднократно уличали Пушкарева в растрате бюджетных средств. В то время, как городская инфраструктура разрушалась, он покупал себе вертолеты. Часы стоимостью миллион рублей, отдыхал в компании голливудских актеров, в общем, жил в личное удовольствие. А рейтинг поддерживал, устраивая вот такие милые акции для женщин бальзаковского возраста. Либо для детишек в честь первого, либо последнего звонка. Но таких, как этот персонаж, в России при режиме Путина-Медведева развелось десятки тысяч. И пока нефть приносила баснословные барыши, а мировые кредитные рынки были открыты, хватало на вертолеты и дворцы всей братве. Но времена меняются, и чем ближе момент полного краха РФ, тем чаще мы будем слышать о задержаниях всяких гейзеров, пушкаревых, мануиловых и прочей придворной челяди. Очень хорошая акция. Это как вместе с воевавшими дедами и прадедами пройти вместе, вспомнить о них. «Победа» – это слова из песни «С днем Победы». Это победа само по себе. Это преодоление беды. И это, конечно, май, это весна, это ветераны. Это действительно со слезами на глазах. Особенно это с детства, но особенно сейчас, в последние годы, когда «Бессмертный полк» – это акция, это чувство благодарности ветеранам за свободу, за жизнь, что мы живем, и мы свободны. Вот «День Победы» – это все вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова